В России нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы значимых результатов. Продукция 41-го центрального завода востребована в оборонной промышленности и вооруженных силах России. О женщинах, работающих на военном предприятии, расскажем в нашем сюжете. Более 70 лет здесь выпускают спецтехнику для гражданских и военных нужд. На заводе изготавливают передвижные ремонтные комплексы, в которые входят токарные, слесарные, фрезерные и аккумуляторные мастерские. Наш завод является единственным поставщиком данных изделий для Министерства обороны. Мы этим очень сильно гордимся. На нашем предприятии работают в основном мужчины, но и женщины, как надежное плечо, выполняют мужскую работу. Производят на предприятии и оборудование для сборки наплавных, быстровозводимых мостов. Его комплектованием тоже занимаются женщины. Люберчанка Наталья Сухачева – одна из них. Мне здесь очень нравится. Я устроилась на должность комплектовщика изделия и инструмента. Мы здесь комплектуем все для понтонов самоходного толкача. Мы получаем метизы, разные мелкие детали, электрику. Собираем болтики, гаечки, все это накручиваем и выдаем уже непосредственно в цех слесарям для сборки. Из 155 работников только треть – женщины. Они давно привыкли к шуму болгарки, шлифовальных станков и сварки. В огромных цехах, наравне с мужчинами, они вносят свой вклад в процветание страны. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.